Привет, друзья! Это я, Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Лям» для тех, кто еще меня, может быть, не знает по каким-то причинам. Ну что, я не знаю, я сегодня обращаюсь в очередной раз к этим господам коллекторам. Вы что там, кто там, вам головы ваши бестолковые вбивают, такое ощущение, что... Ну, это как вот полость вообще с вакуумом, туда все, что угодно можно запихать. Кто вам сказал, что из-за того, что вы работаете вот якобы от лица какой-то там финансовой конторы, мы, простые люди, должны перед вами стелиться. Вы, друзья, сейчас послушайте, нас с вами ждет ролик. А, кстати говоря, от того же автора, которому я огромное уважение испытываю только из-за того, что... Ну, дистанционно, я его лично не знаю. Но вот я послушал этот ролик, а перед этим он нам скинул вот предыдущий ролик. Посмотрите просто по числам, да. Ну, тот на красном фоне, где написано «Мразь», и вот это вот там он очень хорошо зашел. Вот на момент записи вот этого моего обращения, 12 июля, уже 10 тысяч просмотров на том ролике за меньше, чем за два дня. Для нашего канала это серьезные показатели. Очень много комментариев вы пишете. Спасибо вам, друзья, за это. Так вот, там-то все понятно. Там клиника, там диагноз. Ну, здесь, ну, вроде как бы голос, как вот вы многие пишите, особь с мужским голосом, претендующая на то, чтобы его называли мужчиной. То вот это вот ваше... Вам написали «Мы с вами на ты не переходили». Вам вот ваши рабовладельцы написали «Если вам начинают тыкать, вы им скажите «Мы с вами на ты не переходили». Да кого это может волновать, то, что там у тебя на бумажке написано? Ты попробуй заслужить, чтобы к тебе уважительно обращались. И поверьте, господа дебилы, я имею в виду коллекторов, люди умнеют. Все чаще и чаще вы будете на работе на свои макнуты, в фекалии, в собственные. Понимаете? А то и не в собственные, в общественные. Друзья, вот я сейчас прошу, и постоянно, кстати говоря, об этом прошу, напишите все, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Действительно, вот сейчас вот он начинает, начало классическое. Вот так говорит высокомерно. В надежде уже, я так понимаю, что они это делают, в надежде в какой-то, в робкой. А вдруг какой-нибудь там лантух попадется. Вот это, вот это, интонацию его. И как технично, просто на протяжении всего ролика, его вот так вот берут за шкирку. Бык, фекалии достают. А он говорит, бы-бы-бы-бы. Ой, ой, а может быть на вы вы со мной будете? Бык опять в дерьмо. Фу, ух, ой-ой-ой. Фу, давайте на вы. Вы должны субординацию соблюдать. На тебе опять в дерьмо его. Собственно, а потом в других тазик, в общественное. И дают понять, почему это делается. Почему его макают. А он опять, давайте со мной на вы. Да с тебя течет три потока дерьма, фекалии, все что угодно. Напомоев, какое тебе вы. Эй, ты. Да вообще в твою сторону смотреть. Уже не дело. Когда вы это поймете. Бегите к чертовой матери с этой работы. Есть работа. Где бы вы ни жили. Что бы вы ни делали. Чем бы вы ни занимались. Что бы вы умели, либо не умели. Всему можно научиться. Вы же все молодые. У нас что, совсем действительно там вакуум. Ну, раз вакуум, то значит, любая информация может туда заходить. Интернет, он кишит. Все что угодно можно делать. Научиться вести канал на YouTube. Найти какую-нибудь интересную тему, раскачивать. Конечно, сразу бабки шлепаться не будут вам. Ну, блин. Устройтесь на работу куда-нибудь. Если многие из вас хотят быть юристами, придите на низкооплачиваемую работу. Помощникам юриста какого-нибудь. Просто бумажки заполнять. Окунитесь в ситуацию. Дело в том, что кто-то скажет, я не могу на низкооплачиваемой работе время тратить. Вы понимаете, что люди сами деньги платят, чтобы чему-то научиться. А устроиться работать на низкооплачиваемую должность, чтобы чему-то научиться, это два зайца убить. Научиться еще за это хоть какие-то деньги получить. Можно все что угодно сейчас рассказывать. Сейчас век интернета. Я уйму людей знаю, которые в свое время с хлеба на квас перебивались, а теперь зарабатываю там 200-300 тысяч в месяц, рекламируя просто какие-то сайты. Людям оказывая услугу. Дома находясь. Находясь дома, ничего, никуда никому, никуда никогда не бегая, не с утра в офис, вечером к начальству на ковер и так далее. Они просто живут в свое удовольствие. Они просто когда-то приняли решение научиться. Что вас ждет в этих долбанных коллекторских конторах? Вы же не будете там всю жизнь. А если будете, то вообще ужас. Я гарантированно заявляю, каждый из вас будет сожалеть о том, что потратил время на работу в этих конторах. Рано или поздно. Вам это все обернется с лихвой, то, что вы творите. Вы до такой степени тупые. Вы просто тупые. Это значит непробивные, вот как вот броня у вас во лбу. Что вы даже не удосуживаетесь задумываться, большинство из вас. Что вы вредите собственному народу. Вы не понимаете одной простой вещи, точнее не хотите понять, что кредитная система в стране это пародия вообще на все, что может быть. На все, что может быть связано с банковским бизнесом. Только так и никак иначе можно классифицировать это явление, которое у нас называется системой кредитования населения. Ну что вы. Я уже просто по-человечески обращаюсь. Я знаю, что вы пасетесь на нашем канале. Ну задумайтесь. Вот мне пишут люди, в комментариях, может многим и попадалось, что вот какая-то там из Тинькова попала на меня. После этого попала на наш канал, разрыдалась и уволилась. А сейчас звонит по базе той, которая у нее была от Тинькова, людям и рассказывает про наш канал. Так и говорит, я когда-то с вас вымогала деньги, прошу прощения, извиняюсь. Зайдите на канал такой-то, такой-то. Вот Кузнецов и Дмитрия. И, ну, блин, реабилитировался человек. Сто процентов реабилитировался. Так что, не буду много говорить на эту тему. Послушайте ролик. Очередной раз, очередной раз, пускай вам будет стыдно за своего коллегу. А если еще и ты слушаешь, вот этот тип со странной фамилией, задай себе вопрос. Если ты делаешь нужное, правильное, законное дело, почему ты так обламываешься четко произнести свое имя? Почему у вас никого нет в соцсетях под теми именами, которые вы произносите? Вы, конечно же, в последнюю очередь задумаетесь о том ответе, который действительно нужно по-честному дать. Потому что вы делаете очень мерзкое дело. Вы радуетесь на работе. Знаете, как примерно, вот я в каком-то фильме видел там один мудрый мужик, одним, кем не очень хорошо себя ведущим, молодым людям, чувствующим свою правоту, сказал, вы себя ведете так, как с таким же настроением, как будто бомбите Вьетнам. Ну, это не русский фильм, по-моему, был какой-то. Вот, то есть, вроде как вам весело, хорошо, но вы все равно понимаете, вы все равно понимаете, что вы делаете мерзкое, гадкое дело. Там, где-то, внутри себя, это понимание у вас есть. Которое вы изо всех сил затаптываете. Так вот, вы знаете, вы совесть свою затаптываете. Вы просто бессовестные мрази. Это те, кто не прислушивается к моему обращению. А те, кто прислушивается, не стесняйтесь, дайте о себе знать. Да, конечно, стыдно. Но это то самое неудобство, которое предстоит испытать, как минимум. Как минимум за то, что вы уже натворили. Ну что, автору огромное спасибо. Подчеркну, это второй ролик его, который публикуется на нашем канале. Первый был вот. Ну и ссылочку. Давайте я на него ссылочку в описании закину. И в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Выходит подсказка. Посмотрите этот ролик, кто не видел. Ну, наверняка его многие посмотрели. Если не подписались на наш канал, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вот оно. Зачем, спросите вы, для того, чтобы своевременно узнавать о выходе нового материала на нашем канале. И проверьте, кстати говоря, свою подписку. Канал подмораживается, подписки слетают. Если вдруг уже подписки этой нет, то подпишитесь вновь. Ну, конечно, не забывайте лайки и репосты в соцсетях. Я напомню, компания Алям – это ведущий юридический оператор на территории России. Мы занимаемся не только тем, что ведем канал, а оказываем действительно практическую помощь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками, с микрофинансовыми организациями, с коллекторами, с всевозможными, так скажем, со всевозможной шушерой, которая пытается заработать на простых людях. Помимо этого, мы оказываем любой спектр юридических услуг, любые взаимоотношения в юридическом формате. Наш сайт www.aliam.ru Ссылочка на наш сайт есть в описании любого абсолютно ролика. В правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит кликабельная подсказочка. Вот она, посмотрите, вверху меня. Ну что, поехали, послушаем этого дурня. И надеемся, что какие-то другие дурни, может быть, возьмутся за вам. Ну а вы, друзья, не забывайте писать комментарии. Поехали. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Сибирь Консалдинг Групп» звонила в отношении МФК «Конга». Меня зовут Кукри Александр Вячеславович. Разговор записывается. Дмитрий Константинович. Как еще раз фамилия? Александр Вячеславович Кукри. Кукри? Записали? Да. Что еще раз? 30 раз он повторяет, Дмитрий Константинович? Ну, будешь повторять до тех пор, пока я не услышу нормально. Будете. Ты не можешь нормально говорить. Будете. Это, во-первых. Во-вторых, если у вас получается плохо слушать, вам, наверное, душ, возможно, надо принять, чтобы слушать внимательнее. Я беру проблемы. Емельянов, Дмитрий Константинович. Все разговариваю свою по буквам. Я вам уже называл. Это вы, Дмитрий Константинович Емельянов? Это я. Еще раз фамилию. Я уже называл. Ты издеваешься, что ли? Я над вами ни в коем случае. А вы надо мной. Тогда нормально говори фамилию. Насколько нормально? Три раза вам повторял. Три раза. Вы даже произвели правильно раз. У тебя проблемы с детьми. Вам непонятно? Во-первых, правильно говорить. У вас, вы почему-то остальное, вот все, вы остальные, вы остальные слова слышите, а фамилию не услышали. Дмитрий Константинович, вы на конструктивную беседу настроены, да, нет? Да, нет? Конечно. Конечно, настроены. А что за демагогия началась? Объясните. Еще раз фамилию мне по буквам назови. Я уже называл. Называл. Вы даже некорректно, у меня некорректно. Вы понимаете, вы задаете некорректный вопрос, я вам некорректно отвечаю. Вы мне цыкаете, например, у меня это не устраивает. Назовите. Вам безразлично? Ты мне звонишь. Безразлично. Вы мне звоните, надо говорить. Я говорю, ты мне звонишь. Вы, возможно, вы не настроены на разговор. Ты раз так решил. Ты раз так решил. Знаете или нет? Знаете или нет? Ты мне звонишь. Я буду выбирать. Вы знаете или нет? Я буду выбирать метод общения. Вы знаете или нет? Вы знаете или нет? Я знаю, но по отношению к тебе нормы этикетов... Так, вы настроены на конструктивную беседу или демагогию дальше будете продолжать и будете? Я хочу у вас поинтересоваться, почему вы займ не оплачиваете. А с какой стати ты интересуешься? Объясни. С какой стати я интересуюсь? Зайдите в личный кабинет и посмотрите. Какой личный кабинет? Посмотрите по тысячи пятой агентскому договору с вами, когда вы на просроченной задолженности работаете в Сибирь консалдинге. У вас 32-й день, сумма 29, 101. Вы будете оплачивать? Да, нет? Вы будете со мной взаимодействовать только после того, как кредитор вышлет мне официальное уведомление по почте России. Вы когда возьмете договор, 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 возьмите. Прочитайте, там есть электронная подпись. Мы можем вас урегулировать, можем в любом виде уведомить. Это если кредитор по 382-й статье переуступит право требования, тогда вас уведомят письмом по адресу регистрации. Вы внимательно? Сейчас внимательно услышали? Я внимательно вам? Все? Только по соглашению. Адрес проживания назовите, анкетные данные сверим? Отдельного соглашения не было. Адрес регистрации назовите? Ты должен, ты кто такой? А адрес регистрации назовете? Назовете? Отказываетесь. Наименование организации. Назовите, где-то вы устроены. Иди нахуй, пока меня кредитор... Вы некорректно разговариваете, наш разговор записывается. Доложу до вас свечу, что кредитор ваш заговор может продать по 382-й статье. Вот, хорошо, что записывается, что вы так некорректно общаетесь. Вы некорректно общаетесь. Вы такое знание проявляете в законах, а сами не знаете, что надо взаимодействовать, ну, называть, что вы разговор записываете. Я тебе еще раз говорю, пускай уведомления пришлют по почте, это так сложно или что? Вы... Ты что такой дурной, блядь? Воспилки надо всему, я понять не могу. Личный кабинет, зайдите и перечитайте внимательно. Ты что такой дурак, блядь? Тебе кто-то сказал какую-то хуйню, ты в нее веришь, блядь, а? Вы... Идиот, блядь. Вы... Прочитайте. Я тебе еще раз говорю, почта России, официальное письмо, блядь, почта России, и потом мы будем с тобой общаться. Ты что такой дурак, блядь? Это что так сложно, сука, написать письмо, положить конверт и отправить, блядь? Что такие ебанутые-то, блядь? Дмитрий Константинович, вы читать умеете? Ты ебанутый или что? Я тебе объясняю, должно быть отдельное соглашение, блядь. При чем тут договор, сука? Ты что такой дурак, блядь, а? Вы... Вы читать умеете? Ты ебанутый, я тебе еще раз говорю. Тебе мое требование, понятно? Уведоми кредитора и все, блядь, пусть он меня уведомит. В чем проблема? Что такие долбоебы-то, блядь, а? Дмитрий Константинович, я вот так вот не услышал самого главного. Вы так сильно орете, что я вас не слышу. Потому что ты, блядь, не понимаешь, сука, русских звук. Ты что такой дурак, блядь, а? Вы читать умеете или нет? Слушай, блядь, ты что за вопрос ты задаешь? Ты, сука, напиши письмо, блядь, и отправь его почтой в конверте. Ты что такой дурак, блядь? Ты писать умеешь? Вот вопрос. Вы читать умеете? Писать умеете. Вы мне на вопрос не отвечаете. Читать умеете? Слушай, ты дурак. Мне 29 лет, ты мне звонишь нахуй, спрашиваешь такой вопрос. Конечно умею, ебаный в рот. Еще есть вопрос? А правильно читать умеете? На русском умеете читать? Еще вот вопрос. Я тебе еще раз говорю. Есть 230-й федеральный закон. Если ты имеешь в виду, блядь, и если ты имеешь в виду иной способ уведомления, то он работает только по отдельному соглашению, блядь. Отдельного соглашения не было. Ты что такой дурак, блядь, а? Вы закончили? Блядь, ты закончишь, нахуй, нет? Мне интересно, вы перестанете, когда нервничаете, мы с вами поговорим нормально. Да я не нервничаю, если ты нахуй не понимаешь. Ты что такой тупой, блядь? Вы нервничаете. Я вот не нервничаю. Да, конечно, блядь, ты каждый день, нахуй, звонишь, блядь, по сто раз, нахуй, людям, блядь. Я вам первый раз, Дмитрий Константинович. У тебя уже нахуй аттрактированные мозги, блядь. Ты, блядь, элементарных вещей не понимаешь. Дмитрий Константинович, ну так что, оплачивать будете, да, нет? Ты идиот, ты свое да, нет, затусни себе в жопу, блядь. Я тебе еще раз говорю, уведомление от кредитора, блядь, свяжись с кредитором, сука, и пусть он меня уведомит. Ты что такой тупой, блядь, да? Вы оплачивать будете, да или нет? Уведомление будет, да или нет? Оплачивать будете, да или нет? Уведомление будет, да или нет? Оплачивать будете, да или нет? Ты идиот, да или нет? Ответь на вопрос, ты идиот, да или нет? Вы не настроены, Дмитрий Константинович разговаривает нормально. А мне похуй, кто настроен нахуй. Ты мне позвонил, и я буду общаться с тобой так нахуй, как я решил. Я вам позвонил. Ты мне позвонил, правильно. Ты мне позвонил, да. О, вот только на вы. На вы вы можете разговаривать или нет? С какого выхуя я с тобой разговаривал? На вы будете разговаривать, да нет? На вы будете разговаривать, да нет? Да, дед. Давай еще ебанить. Ну, требования до вас я довел. разговаривать вы не настроены. Сначала уведомления. Дмитрий Константинович, Дмитрий Константинович, хорошего дня вам. Хорошего дня. Давай, удачи.